Какие мужчины должны быть брутальными? Мальчики не плачут. И не плачут, я не рыдаю. Мальчики во внешнем контуре должны быть обладателями. Они должны демонстрировать мускулинность, они должны демонстрировать решительность. Если он не демонстрирует решительность, он кто? Тряпка. Почему? Она не демонстрирует решительность, она не тряпка. А он вдруг становится тряпкой. Я требую к сессизму, к ответу. Что это такое вообще? Мы с вами в этом поведении изображаем... А девушки изображают себя, конечно, вот это вот. Машите на меня, машите. Махайте на меня, махайте. Вот этот угол на нос, на предмет. У девушки, конечно, слабые, несчастные, надо их защищать, носить на руках, спасать. Вот когда девушка говорит, ты что хочешь, то или то? Я не знаю. Вот она что делает? Она что, не знает? Потому что если он скажет не то, вы же понимаете, что случится, да? Не, она в обладании-то в этом своем, как бы внутри, она знает, что хочет. Но он должен как бы продемонстрировать, потому что она должна быть какая? Слабая, нерешительная. Вот это вот, принцесса на горошине, понимаете, все ей придавило попу горошину, понимаете? А какая еще? Она должна быть такая, как бы, так сказать... То есть вот ее выгнали из дому в грозу. Вот это все. Она шла там, ну, просто сумрак, понимаете, ураган. А ей все это. Она шла, тихо, нормально. Она дошла до этого, ой, ой, горошинка помешала. Ну, задумывались, скажем, нет, о драматургии. Ее же там не с какой-то, с небес спустили, понимаете, на горох. Нет, она, в общем, шла долго. Вспомнил анекдот про красную шапочку, но ладно. Веселая тема сегодня, ну, в общем, как бы так. Значит, смотрите. Значит, у нас с вами конструкция, при которой все хорошо совпадает. То есть у нас есть ролевое поведение, в котором мужчина должен быть рыцарем, всем все объяснено, он должен быть решительным, ответственным, принимать решения там и так далее. Девушка во внешнем контуре должна быть слабой, полумесяцем бровь, хватай, неси, дорожи, береги и так далее. С точки зрения ролей внутренних, понятно, что мужчина от женщины боится. Потому что что от нее ждать? Потому что мама психовала, надо не надо, ну, может, она по делу психовала, но ребенку-то непонятно, потому что, понимаете, мама в психе, учительница дура, воспитательница сволочь. Ну, как бы, а врач вообще просто еще колет, вообще, противоестественное что-то. Вот, значит, и здесь вот эта нерешительность, и это проблема мужчин, потому что они, с одной стороны, должны изображать ай-яй-яй, ой-яй-яй, да? С другой стороны, у них, я пойду в гараж. Все советские мужики сбегали в гараж. Гаражи нужны были для чего? Сбежать от нее, да? Ну, как бы, сейчас видите, какое разнообразие. Все не понимают блага, осыпавшиеся на это общество. Вот. А женщина пока дома, так сказать. Вот, да, и это большой конфликт. Конфликт, вот этот вот, межконтурный, между средним и внутренним. А есть между средним и внешним. А что между средним и внутренним? Здесь есть конфликт? Точно такой же. Потому что женщина ждет от мужчины, что он будет, как бы, настолько восхитительный, что она потеряет голову в кровати. Все хотят потерять в кровати голову. В кровать ложатся не для чего-то, а для того, чтобы просто потерять голову. Она не теряется там у большинства. И это проблема. Я по этому поводу книжку написал. Наука о сексе называется. В приемах сексолога, понимаете? Вот. Но она там не теряется. Почему? Потому что, опять же, существует... Он должен у нее здесь... Как он должен вести себя в кровати? Нет. Как... Нет. Ну-ка. Вы вообще представляете себе средневекового рыцаря? Вот я просто... Вот они голову теряли просто еще, ходя до спальни. Они там нажрутся просто, что там им наливали. И дальше шли, так сказать, рыцарями в койку. Значит, средний контур. Он здесь должен... Он должен здесь есть... А не изволите ли вы подойти к кровати? Ну вот. Ну, он маме как должен-то говорить? Села в койку? Это... Давай, быстро прыгнула? Или учительница, может? Как он должен говорить-то? Он должен как-то... Как-то галантно... Предложить... Они хотят... Не изволите ли вы... Мадмуазель? Вот. А она это слышит, а он что хочет достать сразу? Палку? Это они знают? Вот. Это не я сказал. Заметьте. Вот. Потому что так голову не потеряешь. Потому что ты, глядя на такого, думаешь, блин, нет. Да? Девушки знают. Я что, брать буду? Вот. И это снова... И это, собственно говоря, драматургия полов. И вот. Потому что мы с вами в троединстве. Как вот эта святая троица. Вот. Мозг, который половой, он вот такой, как у моего были этих вот моих... Герр с Гермесом. Ну вот. Значит, на уровне социальных, отождествленных ролей перед женщиной надо как-то все время преклонять колено. В смысле, как бы, поведение такого демонстративного нужно, наоборот, просто быть вообще просто... Нет, это какая-то... Без страха и упрек его, я вспомнил. У девушки все наоборот. Вот. И дальше вот это возникает бесконечная проблема, вот, которая превращает эти отношения в очень сложный и постоянно спектакль. Вот, потому что непонятно. Если бы вы могли... Есть правило, если вы теорию личности посмотрите, что вот, если у вас отношения из контура в контура адекватные, то есть вот вы, например, оба мозгом взаимодействуете, только не головой, да, который надо выключить, а мозгом. Там все нормально будет происходить. Если вы взаимодействуете на уровне, я отождествленных ролей, то есть я галантно открываю девушке дверь, а она, этот, как его, входит, чувствуя себя этой владычицей морской, чтобы рыбка, это была у нее на посолках. Тоже все гармонично. Если мы изображаем пару, это вы знаете, как люди приходят, вот изображают, он такой весь, а она такая при нем, вот так, да, потом выходит, и одежда с головой. Вот это что, да, ну вот, потому что, когда мы кому-то что-то демонстрируем, мы должны демонстрировать что? Что он этот рыцарь, а я, значит, при нем принцесса. Вот, и если внутри, как бы, этих контуров, это все нормально, но проблема состоит в том, что это постоянно все прыгает. Да, ну вот, и из этого получается бесконечный конфликт. Плюс к этому, значит, почему родился феминизм? Я приличное слово пишу. Букв-второй. Конечно. Значит, так культура устроена, и все это устроено, что мы друг друга зависим. Женщины зависят от мужчин, мужчины зависят от женщин. Вы вообще когда-нибудь любили кого-нибудь, от кого вы зависели? Нет, ну, понятно, что, как бы, этот стангольмский синдром возможен, вот, и можно любить насильника, конечно. Наверное, я не пробовал, но, вот, да, но на самом деле, когда вы от кого-то зависите, вы находитесь в ситуации ограничения, любое ограничение, это дискомфорт. Вот, мужчина, зависящая от женщины, испытывает дискомфорт, потому что она, как бы, я другому отдана, век ему верна, значит, вот, ничего с ним не сделать, пришел пьяный, пришел еще какой-то, еще какой-то, все терпеть. Ну, то есть, его же так просто не выгонишь, особенно, если у тебя пятеро детей, да, вот, и, конечно, как там, женщины в сердцах, убило бы, да, но не убить. Вот, а убьешь тоже неудобно. Вот. Самые частые убийства где происходят? Супружеские убийства. Когда, ну, потому что, это зависимость. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это медицинский факт. А мужчина от женщины зависит? Ну, вот вопрос меньше-больше, невозможно сравнить все, что ощущается по-разному. Ну, вот, потому что, ну, во-первых, на нем есть моральные обязательства, что он, значит, как бы, если ты с девушкой что-то сделал, ты уже, типа, должен как-то что-то как-то с этим делать. Уже зависимость. Лавливайте. Мужчина, естественным образом, не чувствует. Ну, то есть, мой гермес, значит, с герой это сделал и помер, его вообще ничего не волновало. А там, о детях позаботиться, там, как-то, я не знаю, официальные отношения оформить, ну, имею совесть. Вот, нет, вот, такой биологической инструкции нету, да, вот. Вот, и, соответственно, если говорить про, значит, и это целый комплекс. Потом, дальше, если сексуальность мужчины, ну, как бы, он так решил, что она будет внутри данных конкретных отношений женщины, вот, ну, то есть, он зависим, потому что она должна его хотеть, когда он этого хочет. Ну, вот, сексуальность наша оторвана от биологической природы. То есть, мы их не хотим, когда нам сказали хотеть. Ну, то есть, герой не выбирала, когда ей начать феромоны испускать из себя соответствующие, да, это просто биологически с ней случилось. Гермес не выбирал, что он сегодня захочет, завтра не будет. Ну, как бы, просто у него это подействовало, активизировал соответствующий половая доминанта в голове, и он был, в общем, был вынужден во всем этом участвовать. То есть, да, мы там, куда приводит наш мозг, да, в курсе красная таблетка, вот, значит, соответственно, и в результате мужчина точно так же зависим, значит, он не может, понятно, что все мужчины смотрят, ну, после месяца, месяц иногда бывает, вот, но потом смотрят еще всякое, они отвечают, приводят за изменчивость, вот, и понятно, что каждый мужчина не должен оставлять детей, это против эволюции, оставлять детей должны только самые крутые мужики, и тогда эволюция, так сказать, они же тренируются, там плохие гены, это, до свидания, вот, что вы, лев, видели, у него много там в компании мужиков? Не очень, вот, а девушки такие, все бойцовые, бегают на охоту, приносят ему еду, интеллигентно, да, устроился, вот, видите, то есть, это может от культуры, пожалуйста, происходить, шучу, ну, вот, ну, ладно, значит, да, значит, да, про что я говорил? Про любовь, да, про зависимость, да, он смотрит по сторонам, а запрещает себе все время, он же не потому, что вот ему нечего делать, он решил по сторонам посмотреть, у него поисковый инстинкт, ну, половой, половой поисковый, женщина входит в помещение, что делают мужчины? Ну, это же можно прямо, вы сядете в ресторан просто иногда, с биноклем, и просто посмотреть, что происходит, ну, вот, они специально это, у них там где-то, чтобы насолить, это, как его, буховерный? Конечно, кто это сказал? Так, не выдавайте наши секреты, и вот, нет, конечно, это все абсолютно из них, и он же должен себя ограничивать, и это зависимость, представляете, только у него там что-то, а ему так, а не лезть туда, туда не смотреть, смотреть сюда, наслаждаться и восхищать, да, так же требуется? Вот, и это зависимость, и мужчины постоянно это ощущают, ну, не говоря уже о том, что там внутри, собственно, брака, голова болит, там, месячный, еще что-то, красный день календаря, это, как его, ну, черт узнать, что бывает. Вот, да, значит, и зависимость, и на эту зависимость надо наложить дискурсы, дискурсы. Мужской дискурс о женщинах и женский дискурс о мужиках. Вот это то, что я ненавижу, ну, во всех представителях полов, неважно. Потому что из-за зависимости мужчина про женщину не может хорошо думать. Ну, она его держит на этой, на поводке. Вот, а женщина о мужчине, ощущая себя в зависимости с ней, может про него хорошо говорить? Не, ну, может, наверное, да, про мертвых особенно, это хороший был, да? Про Гермеса тоже сейчас плохое, сложно сказать. Так бы при жизни я бы ему каждый раз бы припоминал бы это чем-нибудь тяжелым. Вот, да, значит, и все это, конечно, превратилось вот в войну полов. Война полов абсолютно противоестественная для вас, для нас вещь. Она, мы видите, мы друг другу вообще очень хорошо подходим. Вот, но борьба полов неизбежна из-за ощущения зависимости, которая потом еще политизируется, потом потом драматизируется, всячески и так далее. И дальше можно почитать, я примеры этих дискурсов в монографии делал на, был такой Отто Вейнингер, если вы слышали, вот, австрийский, можно психологом его назвать, он написал книгу «Пол и характер», в котором он впервые вот обосновал эти сущности Пола, ну, как он их видел, я с ним не согласен, но неважно. Ну, и вот эту бисексуальность человеческую, и Фрейд вообще считал, что Вейнингер у него украл эту теорию, что он ее, типа, рассказал Филлису, а Филлис рассказал Вейнингеру. Ну, это полная чушь, вот, про бисексуальность, ну, как я понимаю, психоаналитики. И у Вейнингера она понимается по-другому, на самом деле, нежели в психоанализе. Как бы там ни было, он был предельно честным, в 21 год он написал эту книгу, которая, в общем, стала при жизни, она была издана 19 раз, с учетом того, что 19 раз переиздана, с учетом того, что он умер в 23. Вот, застрелившись в доме Бетховена, в доме, в котором умер Бетховен, он снял на ночь комнату и застрелился в ней, потому что, значит, считал, что женщина – это низкое существо, поскольку в нем есть часть женского, он стал шизофренией, потом заболел, я не рассказал. Да, но он на самом деле и болел ей, но как бы просто еще не до такой степени, а потом все пришло, и чтобы вот это все из себя вытравить, он вот как бы застрелился в сердце, в сердце. Ну вот, хороший был дядька. Ну вот, но он произвел, конечно, действительно фурор, огромное количество женщин убивали себя, просто прочитав эту книгу, потому что он настолько женоненавистническую написал книгу. Ну вот, то есть он просто, вот этот вот антиженский дискурс, возведенный просто в предел, что женщина аморальна, что женщина алогична, что женщина там и так далее, и так далее. Ну вот, а с этого и Симона де Бевуар. Симона де Бевуар. Да, знаете женщину такую? Вот, жена Сартра, ну, они там как-то непонятно, то женились, то не женились, то официально, неофициально, это я уже путаю с ними. Вот, да. Значит, блистательный философ, который написал книгу «Второй пол», которая стала, как вы знаете, Библией феминизма, в которой, собственно говоря, рассказывается про то, как драматична зависимость женщины от мужчины, от мира мужчины и так далее. И дальше вот эти дискурсы, обусловленные вот этой зависимостью, а зависимость эта, обусловленная хромосомами и культурой, да, вот, приводит к тому, что мужчины говорят о женщинах так, как говорить не должны, и женщины думают о мужчинах так, как говорить тоже не должны. Потому что мужчины считают, что женщины эгоистичные, им нужны деньги, значит, они там себе на уме, лживые, там и так далее. Мужчины что? Похотливые, как это, прямо тупые, вот, и слабые, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, и вот это наша, вот эта беда, когда мы начинаем вообще, в принципе, входить в конструкцию гендерных отношений. Вот, значит, и вот это наша, вот эта беда,